В доме номер два в микрорайоне Улан-1 накануне произошла страшная трагедия. 38-летний мужчина заходил на четвёртом этаже в лифт с коляской, в которой был его двухмесячный ребёнок. В этот момент, пока по неизвестной причине, кабина лифта с открытыми дверями поехала вверх. В результате мужчину раздавило. Он погиб на месте. Ребёнок не пострадал. Всего у мужчины было пятеро детей. Сейчас мы находимся на месте происшествия, где накануне погиб мужчина. Как мы видим, лифт сейчас находится в нерабочем состоянии. И здесь сохранились следы произошедшего. Как мы видим, на полу видны капли крови. А сбоку от лифта стоит коляска, с которой мужчина заходил. Она тоже вся погнутая, и на ней можно тоже увидеть следы крови. Жители этого дома говорят, что лифту уже более 30 лет. И периодически случались разного рода поломки. Сейчас лифт обесточен, и его двери опечатаны. Я не понимаю, как такое могло произойти. Лифт же не может поехать с открытыми дверями. Я сам не видел, как всё произошло. Мне внук рассказал. Погибшего затянуло вверх. Его ноги не доставали земли. Конечно, лифт старый. Некоторые застревали в нём. У нас же здесь много маленьких детей есть. Мы за них теперь боимся. Я в тот момент была дома. Вдруг ко мне прибежала его жена и сказала, что мужчина умер. Его раздавило лифтом. Мой внук сразу побежал к лифтёру. А я стала звонить в МЧС. Другие начали звонить в скорую. Они почему-то долго ехали. Мы их ждали где-то полчаса или час. Я сама там не была и своими глазами ничего не видела. Сегодня меня в РОВД вызывали. Я им тоже самое рассказала. Сам лифт, конечно, старый. Этот дом был построен в 87-м году. Иногда бывало, что некоторые кнопки не срабатывали. В службе спасения МЧС говорят, что в диспетчерскую службу 112 поступил вызов в 11.40. По словам сотрудника спасательной группы, бригада выехала в 11.46 и прибыла на место происшествия в 11.51. Но к этому времени соседи сами вытащили погибшего. К нам поступила информация, якобы человек с ребёнком упал в лифтовую шахту. Но когда мы приехали, то поняли, что мужчина на самом деле не упал, а его предъявило лифтом. Позже на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. В Бишкек-Горлифте, в свою очередь, говорят, что 88% лифтов по городу уже давно отработали свой нормативный срок эксплуатации. По словам директора этого муниципального предприятия, ежегодно производится замена неисправных лифтов, но в очень малом количестве. Средняя стоимость нового на сегодняшний день составляет 1.200.000 сомов. По правилам, если с коляской, с ребёнком заходит человек в лифт, коляска сразу раскладывается. Ребёнок должен быть на руках. Есть разные же граждане. Кто-то пользуется правилами правильного пользования лифта, некоторые игнорируют. Все лифты, которые состоят на балансе у нас в Бишкек-Горлифте, которые мы обслуживаем, есть диспетчерские пункты. В некоторых лифтах не работают кнопки вызова, а там написано телефону лифтёра или механика. В Бишкек-Горлифте в штате состоят 104 человека. Этот лифт стоит у этой муниципальной организации на балансе. Но информации о том, когда проводилась профилактика или же ремонт, у начальника не оказалось. Отметим, для обслуживания лифта эта организация взимает с каждого абонента под 100 сомов в месяц. Последние полгода жители дома на работу этого злополучного лифта не жаловались. Отметим, что для выяснения обстоятельств произошедшего создана межведомственная комиссия, в которую вошли представители администрации Октябрьского Акемиата, Госинспекции по энергетическому горному надзору и промышленной безопасности, а также сотрудники РОВД. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых выяснят причины произошедшего. Между тем, сегодня этот вопрос был поднят и на заседании Джугуркуки-Неша. Депутат Достан Бекешев заявил, что необходимо провести повторную проверку лифтов в многоквартирных домах, чтобы не допустить повторения смертельного инцидента. «Надо обязательно ещё раз проверить все лифты, которые обслуживает Бишкек-Горлифт. Всё, что работает со времён Советского Союза, должно быть проверено. Надо создать комиссию и совместно с Госэкотехинспекцией, МЧС и мэрией провести инвентаризацию, чтобы такое больше не повторялось. Сейчас 21 век, и подобные случаи просто недопустимы». Отметим, что на балансе Бишкек-Горлифта числится 1007 лифтов. Из них 659 в жилых многоквартирных домах и ещё 348 в организациях.